Книга «Открытым оком». Тема «Русская православная церковь». Том 17. Вопрос. 3160. Ваши делегаты подтвердили, что обстановка на соборе была не в христианской любви и свободе, что было много следящих, подслушивающих. Чем же это объяснить? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Только одним, что скоропалительного объединения не произошло, а акт о том был уже заранее написан, поэтому и стали пользоваться методами НКВД. Борцы против сергианства оказались сами матерыми приверженцами методов сергианцев. Свободного доступа к информации им не нужно, распространение истины им противопоказано. Отец Владимир заявил, что был шокирован атмосферой последнего собора. В отличие от предыдущего, на котором все делегаты высказывали свободно и без ограничения времени, на нынешнем все выступления были ограничены четырьмя минутами. По их истечении отключался микрофон. Система безопасности на 4-м всезарубежном соборе была доведена до абсурда. Члены архкомитета во время обеденного перерыва производили незаконный обыск личных бумаг делегатов. Изымая из них старый проект резолюции собора, в котором говорилось о присоединении к РПЦ МП. Как известно, собор отказался принять такую резолюцию. По свидетельству отца Владимира, во время выборочного оглашения проекта «Акта о каноническом общении» с РПЦ МП, представители архкомитета распределились по залу и физически препятствовали делегатам конспектировать оглашаемые цитаты. Делегатам фактически предлагал проголосовать за акт, который так и остался засекреченным от собора высшего органа управления РПЦ ЗЛ. Мне лично, когда я узнал, что так обращались с делегатами, стало препротивно, так как я в своей жизни много потерпел от такого досмотра. Это надо же собрать со всего мира своих единоверцев и не доверять им, буквально измываться над их свободой. Позор несмываемый. Таким образом, лучше всего доказали, что нужно было им объединяться с МП в тот же день и час, так как методы работы одни и те же. Исайя 29.9 Изумляйтесь и дивитесь. Они ослепили других и сами ослепли. Они пьяны, но не от вина, шатаются, но не от секеры. Исайя 54.14 Ты утвердишься правдою. Будешь далека от угнетения, ибо тебе бояться нечего. И от ужаса, ибо он не приблизится к тебе. Псалом 63.7 И изыскивают неправду. Делают расследование за расследованием даже во внутренней жизни человека и до глубины сердца. Псалом 36.32 Нечестивый подсматривает за праведником и ищет умертвить его. Если бы реально видели мы все, что творится возле нас, хотя незримо, Лишь представишь, с основанием потрясет обнаженная без лоска и без грима. Рядом ангел охраняет от беды, побуждающий молиться, добрым быть. Без него давным-давно погиб бы ты, и пришлось бы вместе с демонами быть. И фанатиками тех нетрудно посчитать, кто живет с таким раздвоенным мышлением. Слышать странно то всегда для новичка, в ком духовного лишь чуточку маленько. Это дело, как реальность, только прах. Непотребно скоро морщится, ветшает. Собираться через час уже пора, разбирать на вырост скройные шапки. Привыкаешь, как всему, как повелось. И без нас сумеют лакомства добыть. Тварь незримая восстанет в полный рост, заскрежещет, воздымаясь на дыбы. К Иисусу не забыться, возопить. Тайну исповеди он не разглашает. Не упрямся, как в войну колхозный бык, а иначе нам ермо. Беда большая. Видеть то, что происходит возле нас. Спор за душу и за тело непременно. Запасные есть полки. Смирение, страсть. Там внезапно налетевший стук накренет. Струг накренет. И на чьей мы стороне победа там. Бог учитывает наши пожелания. Враг бежит, молитвой гоним по пятам. Получается предведение по плану. В разговорах, в тяжких спорах умудрись. За завесу чрезвычайности проникнуть. Смерть от дьявола. В Иисусе только жизнь. А иначе враг разденет нас до нитки. 8 июня 2006 год. Игнатий Лапкин.